Привет, друзья! С вами программа «Музей Мания» и Денис Романенко из Центра космонавтики и авиации. И сегодня мы пройдемся по основным этапам становления пилотируемой космонавтики Советского Союза и Российской Федерации. А началось все 4 октября 1957 года. Советская ракета-носитель Р-7 выводит на орбиту первый искусственный спутник Земли. Что же он из себя представлял? Это алюминиевая сфера массой 84 килограмма. Если бы мы смогли увидеть спутник в разрезе, то внутри бы обнаружили два радиопередатчика, которые на Землю радиосигнал передавали в течение двух недель. После чего батарея в радиопередатчиках села, и спутник продолжил свой полет в тишине. За три месяца, которые он провел на околоземной орбите вокруг Земли, совершил 1440 оборотов и двигался с необходимой первой космической скоростью, 8 километров преодолевал за одну секунду. Такую скорость спутнику помогла развить именно советская ракета-носитель Р-7. Но он постепенно со своей орбиты снижался и в итоге вошел в плотные слои атмосферы, где и сгорел без остатка, ничего от него не осталось. Несмотря на огромную известность в мировой общественности, про первый искусственный спутник Земли весь мир забывает уже через месяц. Советский Союз выводит на орбиту второй искусственный спутник Земли с первым живым существом на борту. Это была собачка по кличке Лайка. К сожалению, для Лайки билет был выдан в один конец, возвращение на Землю даже не планировалось. В 1957 год еще не была разработана система возвращения на Землю живых организмов. А вот необходимость узнать, как же живой организм отреагирует на негативные факторы полета, была. Для этого Лайку туда и отправили. 162 дня спутник с собакой проводит на низкой околоземной орбите. Но, к сожалению, даже системы автоматического кормления, которой была оборудована кабина собачки, Лайка воспользоваться не успевает. На четвертом витке вокруг Земли, а это примерно 6 часов полета, температура в кабине у собаки достигает 70 градусов и от перегрева она погибает. Но пока была жива 6 часов, информация приходила на Землю, которая говорила, что жить и работать в условиях невесомости возможно. А значит, мы туда должны отправить и человека. 48 собачек летало по орбите Земли, 28 осталось в живых. 20, к сожалению, по тем или иным причинам мы потеряли. Собаки проложили дорогу для человека в космос и 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин со словами «Поехали!» делает Советский Союз первой космической державой, облетев вокруг Земли за час 48 минут. В центре космонавтики авиации вы можете увидеть полномасштабный макет космического корабля «Восток». Корабль состоит из двух отсеков. Наверху размещается спускаемый аппарат, а внизу приборный отсек. Приборный отсек до Земли не добирается. В нем размещается тормозная двигательная установка, оборудование, двигатели и топливные баки. Мы его отстреливаем, и он сгорает в плотных слоях атмосферы. А вот спускаемый аппарат, в котором находится космонавт, преодолевает плотные слои атмосферы Земли. Но уже в атмосфере Земли мы космонавта катапультируем из спускаемого аппарата на высоте 7 километров, и на Землю космонавт возвращается отдельно на собственном парашюте. Многие спрашивают, для чего космонавтов катапультировали. Дело в том, что скорость приближения спускаемого аппарата к Земле составляла 12 метров в секунду. Это около 40 километров в час. Удар о Землю был довольно ощутимый, и дабы космонавт не получил какие-либо травмы, мы его катапультировали. На первом востоке полетел Юрий Алексеевич Гагарин, а на последнем, на шестом, мы отправили первую женщину-космонавта. Валентина Терешкова в 1963 году доказала, что права у женщин в Советском Союзе равны правам мужчин. На смену одноместным кораблям серии «Восток» приходит первый многоместный космический корабль под названием «Восход». Восходов было два, и со второго был осуществлен выход в открытое космическое пространство. 18 марта 1965 года Алексей Архипович Леонов покидает корабль «Восход-2» на 12 минут и 9 секунд. И для выхода в открытый космос он использует шлюзовую камеру под названием «Волга». Она была эластичная и в сложенном состоянии. Как только корабль оказывался на орбите Земли, при помощи пневмонасосов шлюзовая камера принимала свое рабочее положение, и уже через нее Алексей Архипович покидал корабль и наслаждался прекрасными пейзажами открытого космоса. Кстати, в центре космонавтики «Авиация» вы сможете увидеть даже картины Алексея Архиповича Леонова, которую он писал уже после своего достижения, после выхода в открытый космос. Ну и надо сказать, что для работы в открытом космосе нам необходима специальная космическая одежда, так называемый скафандр. Мне очень нравится, как скафандр переводится с греческого языка «Лодка-Человек». И первый скафандр для работы в открытом космосе назывался «Беркут». За моей спиной вы можете увидеть скафандр «Беркут». Это скафандр для кратковременного пребывания в открытом космическом пространстве. В аналогичном скафандре Леонов покинул корабль на 12 минут и 9 секунд, но уже на восьмой минуте он понял, что у него произошла нештатная ситуация. Из-за огромной разницы давления внутри скафандра и вокруг вакуум космический, «Беркут» буквально раздулся, превратившись в шарик, внутри которого находился космонавт. Руки-ноги согнуть практически не получалось из-за избыточного давления внутри, и Леонов никак не мог проникнуть в шлюзовую камеру ногами вперед, как того требовала инструкция. Не советовавшись с землей, переходит на второй режим работы в скафандре, в два раза понижает давление внутри и, нарушая инструкцию, заходит головой вперед. В шлюзовой камере ему приходится разворачиваться, и в этот момент его организм настигает пик нагрузки. Пульс подскакивает до 190 ударов в минуту и настолько сильный тепловой удар, что пот буквально заливает лицо космонавта. Слава богу, он со своими задачами справляется, занимает место с командиром корабля Павлом Беляевым. Правда, на Землю возвращаются тоже нештатно. Приземляются в Пермской тайге в марте месяце, минус пять, и лишь на третьи сутки удается космонавтов с места посадки эвакуировать. Так прошел выход в открытое космическое пространство, и на этом событии заканчивается эксплуатация космических кораблей серии «Восход». На смену «Востоком», «Восходом» приходит современный космический корабль под названием «Союз». Космический корабль «Союз» состоит из трех отсеков. Это бытовой отсек, спускаемый аппарат и приборно-агрегатный отсек. А вот до Земли доберется лишь спускаемый аппарат с космонавтами на борту. Кстати, в центре космонавтики авиация имеется подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Союз», который в 2014 году вернулся из космоса. Перед нами подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Союз». Сразу хотелось бы отметить, что он изменил свою форму. Это больше не сфера, не шарик. Эту форму называют фара и колокол. И благодаря такой форме у спускаемого аппарата появляется аэродинамическое качество. Нам это говорит о том, что он научился летать. Правда, очень плохо летать. Он словно серфингист скользит по волнам в плотных слоях атмосферы Земли. И специалисты называют это «управляемый спуск». Во время управляемого спуска перегрузка по сравнению с Востоками и Восходами с 80 единиц снижается до 3-4 единиц, что жизнь космонавтам существенно облегчает. За два часа до старта космонавты занимают свои места в позе эмбриона и ноги поджаты к груди. В центре у нас командир корабля слева, бортинженер номер один, а справа космонавт-исследователь. Чаще всего это врач. Кстати, немногие знают, что космический корабль «Союз» изначально хотели использовать не только для полетов по орбите Земли. Мы на этом корабле хотели летать по орбите Луны. К сожалению, Советскому Союзу Луна в пилотируемом варианте так и не покорилась. Наша ракета-носитель сверхтяжелого класса Н1 так никогда никуда не полетела. Высота 105 метров, масса 2820 тонн. Из-за своих огромных габаритов она получила прозвище «Царь ракета». Но все четыре запуска закончились авариями, и Советский Союз пилотируемую программу на Луну в 1972 году закрывает. Почему же она не полетела? Одна из причин – это двигатели НК-33. На самом деле очень надежные, хорошие, жидкостные двигатели, но на первой ступени их было установлено 30 единиц. Никак не могли заставить работать двигатели в унисон. Все время возникал резонанс, вибрации, и на этапе работы первой ступени Н1 зачастую разрушалась. Советские ученые начали создавать с практической точки зрения более интересные и значимые проекты, как орбитальные станции. В 1986 году Советский Союз выводит на орбиту рекордсмена 20 века орбитальный комплекс «Мир» и начинается строительство станции. За 10 лет к базовому блоку добавляют модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа». Получается большая шестикомнатная лаборатория, где жили и работали космонавты. А в 2001 году, спустя 15 лет существования, орбитальный комплекс «Мир» затопили в Тихом океане. Дело в том, что станция выработала свой энергетический ресурс. 104 человека побывало на станции «Мир», 42 советско-российских и 44 американца. Да-да, они на орбитальный комплекс «Мир» доставили на 2 человека больше благодаря многоразовым транспортным системам под названием «Спейс Шаттл». Но Валерий Поляков, наш советский космонавт, установил уникальный мировой рекорд. За один полет на станции «Мир» провел год и три месяца. Тем самым доказал, что мы сможем добраться даже до Марса. И столь продолжительное время на станции Валерию Полякову помогла провести очень вкусная космическая еда. Именно так выглядит современный скафандр для работы в открытом космическом пространстве. Он называется «Орлан МКС». Масса у этого скафандра более 100 килограмм. Космонавт его не надевает, он входит в него, как в отдельную кабину космического корабля. Правда, перед этим надев на себя специальный костюм. Он синий и состоит из трубочек, по которым циркулирует вода. Это система терморегуляции космонавта. В этом скафандре можно проработать уже более 8 часов. И даже если у космонавта вдруг зачешется нос, была разработана специальная космическая механическая носочесалка. На обрезе гермошлема с правой стороны размещено два бугорка, куда космонавт может засунуть нос, почесать и продолжить работу дальше. 15 ноября 1988 года Советский Союз выводит на орбиту свою многоразовую транспортную систему под названием «Энергия Буран». Многие, кто видел эту систему, говорят, что это точная копия американцев. Да, внешне они похожи, но все это обусловлено аэродинамическими показателями. Мы создали уникальную ракетоноситель «Энергия». Четыре первые ступени оснащались жидкостным двигателем РД-170. Этот двигатель за одну секунду сжигал 2,5 тонны керосина и жидкого кислорода, а за 25 секунд расходовал 60-тонную железнодорожную цистерну и по мощности выдавал около 20 миллионов лошадиных сил. Энергия развивала более 170 миллионов лошадиных сил и могла вывести 200 тонн на низкую околоземную орбиту, что в теории даже открывает дорогу на Марс. Ну и наш «Буран», в отличие от американского шаттла, был полностью компьютеризирован. Он мог самостоятельно летать, что и доказал, совершив два витка вокруг Земли и приземлившись в аэропорту Юбилейный, что на космодроме Байконур. Но, к сожалению, это был единственный полет нашей многоразовой транспортной системы. С вами была программа «Музей Мания» и Денис Романенко. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok